Евгения Генеру Евгения Генеру В группе легендарного «Милана» после 2007 года еще остались мощные игроки, концептуальный тренер, статус фаворита, но нет трансферов. Лучшие покидают команду каждой межсезонье, а те, кто остаются, стареют и не развиваются. Сравните у «Милана» до пенсионного возраста, в старте постоянно выходили «Мальдини», «Несто», «Кафу», «УЦСК» сейчас, братья Березуцкий и Игнашевич. Алексей Березуцкий, «Актигрег» и «Меджес» красно-синее не брали никого за деньги шесть трансферных окон, а в последние годы в команду приходили игроки, которые сливались после первого же сезона «Ионов», «Траори» и «Аланари». Зимой клуб все-таки потратился на Кристиана Бестровича и выложил полмиллиона евро. За три года «Милан» аналогично работал на рынке, ориентируясь на свободных агентов. Но со стихийной политикой тяжело собрать долгосрочную топ-команду. Кевин Принц Бааттелл, Матьё Фламини и Марк Ван Банмель – большие имена, которые вскоре перестали работать. Та же история у «ЦСК» с Романом Рюменко и Бибрасом Натха. Главное сходство «Милана» и «ЦСК» кроется не в составе, а в судьбах президентов. И Берлускони и Генер построили великие клубы, вложив немеренные деньги и силы. Но у предпринимателей не бывает без трудностей. Сильвио влип после кризиса еврозоны Евгений, после ситуации на Украине, где у него, по информации «Ведомостей», 85% бизнеса. Оба президента игнорировали долги и РБК приписывает Генеру задолженность «Альфа-банку» в размере 100 миллионов долларов. Но со временем кризис все сильнее сказывался на бюджетах команд. У «ЦСК» огромные проблемы с деньгами, что самое отвратительное, руководство об этом умалчивает. Слышны постоянные высказывания Романа Бабаева, где генеральный директор выдает нелепые оправдания, мало похожие на правду, много раз уже говорили, есть объективные сложности и стадион, и экономическая ситуация. Евгений Генер, от Тигрэг и Меджес, даже сам Генер часто заявлял, что расходы на строительство стадиона никак не влияют на бюджет клуба, насколько сказывается строительство на трансферной политике клуба. Нетрудно догадаться, что стадион требует немалых вложений. Вообще не сказывается, а экономическая ситуация – мега расплывчатый аргумент. Тогда хочется задать ответные вопросы, куда идут призовые за выступления в Еврокубках и миллионы от трансферов, на этом фоне бесплатная аренда Мусы кажется неуспехом, а траги комедии. Руководство игроки радовались нигерийцу, как второму пришествию Иисуса. А Ахмед вернулся в ЦСКА максимум на 20 матчей, так еще и в ужасной форме, в Лестере нападающий просто не играл, а матч с цервенной звездой показали, что Муса еще не понял своей задачи на поле. Помимо футбольных проблем, у руководства ЦСКА есть еще одна неименее важная – болельщики. Над посещаемостью веб-арены круче всех хихикал Василий Уткин, он поспорил с фолловерами, что в этом сезоне на арене у армейцев не будет ни одного аншлага. При этом Роман Бабаев перед открытием стадиона уверенно заявлял, мы рассчитываем на среднюю посещаемость в 25 тысяч человек, средняя посещаемость веб-арены сейчас 15 тысяч зрителей. Игорь Акинфеевш от T-Greg Emerges откуда возьмется публика, если у ЦСКА цены на абонементы выше, чем у любой команды РФПЛ, кроме «Спартака», самой популярной в России, руководство клуба ставит просто сумасшедший прайс в условиях микроскопической фан-базы. 4 тысячи, 1 пятое от стоимости абонемента за шкау для центральной трибуны на Дербисо «Спартаком». Создается впечатление, что верхушка красно-синих не обращает внимания на перспективный сектор, который в будущем может принести не только кайфовую атмосферу на матчах, но деньги. Как итог, стадион до конца не отделан, развлечений, помимо просмотра игры, почти нет, фуд-корт, один на всю трибуну, да еще и не в помещении. Яркая игра, атмосфера, маркетинговый план, привлечь внимание болельщиков ничем. Иногда случаются обстоятельства, которые невозможно преодолеть, не отказавшись от того, что любишь больше всего, но чем дольше ты тянешь с решением, тем хуже. Берлускони в 2016 году все-таки нашел выход из стагнации, собрался с духом и продал Милан китайским инвесторам в момент, когда рассонерии находились на грани клинической смерти. Сейчас Милан... Субтитры создавал DimaTorzok